что поехали да привет друзья что чё собрались чё собрались сегодня дегустация дегустация значит сыров сейчас вы все увидите как они выглядят не то чтобы вороне где-то бог вот роме вот так вот послал послал уже ну я на халяву тоже приехал конечно не сразу разные абсолютно сорта с чего начнем что начнем во первых как бы я сегодня везде не ел потому что я сейчас я на груз-фитнесе не знаю насколько это заметно давно уже вот и такое искушение поэтому я решил сегодня везде не есть чтобы так сказать из калорий не вылезти приехал под вечер поскольку подарили роме он эти сыры будет хвалить а я скажу как есть мне-то ничего не дарит поэтому я могу честно сказать о тюменском сыре да с амбициозными названиями там моцарелла голдара ну давай рассказывай что где мы кстати да у нас нет у орехов меда и винограда но мы будем перебивать имбирем сырым и яблоком перебивать вкус между сыром ну что первое вот это вот трюфель мне не понравился сразу скажу мне понравился мне понравился слошной перец так давайте сразу смотреть у нас же где-то а вот обложечка посмотри там составим уже это они висели уже мне понравилось на него висели так он мне понравился 322 килокалории ильимский трюфель с черным перцем да перец есть сыр очень сухой он сухой он жесткий перец черный от души навален допустим ладно имеет равную жизнь перебиваю вкус что еще вот это я знаю это с горчицей сыр так вот он зерном горчица халуми зерном горчица не знаю что скажет аркадия мне понравилось у него грузинский да типа резиновый хоть на зубах свистит ну ну трюфель лучше скажем так ну нечего ну такой-то знаете такой адыгейский с наворотами следующий из кельберят да надо перебить просто вкусе что дальше гауда вот это гауда вот следующее нет 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 вот следующее вот это гауда Я про это и спросил вначале. Давайте. Аркадий только следующую берет, уже не гауда. А, это не гауда, да? Дай гауда. Да. Мне нравится. Да, гауда хорошо. Нежная. Ну, с тем вкусом, который должна быть гауда, насколько мне позволяет разбираться сырное образование, да? Гауда, гауда. У меня сырного образования нет, мне просто нравится. Гауда пойдет. Ну, гауда и простой сыр очень. Пойдет. Качота следующая. Молодая Качота. Где она, Качота? Вот эта вот. Вот так она выглядит. Молодая Качота. От казанской сыроварни. Кстати, я так понимаю, владелец сыроварни меня сегодня у друзья на фейсбуке. Я когда Роме на фейсбуке написал на его рекламном ролике, что я уже выезжаю дегустировать, я там друзья добавил, отлайкал мне все видосы. Последний, красавчик. Так, Качота где? Вот, Качота. И следующая Качота с пажетником. Да, Качота. Знаешь, какой Качота? Качота с пажетником. Гауда. Гауда мне больше понравилось. Да, я говорю, то же самое. Гауда. Да. Только другая выдержка, да? Угу. Не противно. Вообще не противно. Дальше что? Качота с пажетником. Тоже, но с пажетником. Ммм. Вот так. Ну так, наоборот. Да, мы же за денег не получаем, да? Может, мы все равно выпендриваемся? Угу. Угу. Поэтому, если не нравится, так и Георий. Мне не понравилось. Вот, наверное, там, где пажетник торчит. Прикольный привкус. Опять же, Гауда. Ну, где-то что-то торчит. Ладно. Пойдет. И следующий, самый эксклюзивный, какая-то там... Слушай, мы еще не добрались до моцареллы. Где моцарелла? Вот она. В конце. Азига. 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 Азиага. Вот это вот, да? Это маленькими такими кусочками. Квадратики, да? Да. Чтобы не путать. Квадратики. Ну, я попробую. Да, даже так. Надо вкуснее перебить, да. Какие яблочки. Все научно делаем. Рома просто с техническим директором мечтают о славе кулинарных критерей. Не, не. Поэтому я чисто заехал поржать. Вообще. Так. Ну, что, надо попробовать. Не распробовал. Мне тоже, кажется. Можно больше. Мазда. Но есть можно. Мазда? Мазда. А мне Мазда больше нравятся, чем остальные. Да? Где же Мазда у нас нету? Нету. Только Азига. Так, и остается что? Моцарелла. Моцарелла. Как мы знаем. А классическая моцарелла должна делаться из молока черных буйволиц. Вряд ли на семейной сыромарне по новых держат черных буйволиц. Но. Моцарелла вообще один из любимых моих сыров. Моцарелла. Ммм. Ммм. Ну, что можно сказать? Они старались. Ммм. Они старались. То есть, в принципе, если делать капреза, это моцарелла вполне подойдет. То есть, если берем нормальное песто, да, нормальные томаты качественные, то... Капреза получится нормально. И если вы цените моцареллу, то это, конечно, не моцарелла. Это хороший сыр. Домашний, в принципе. Вкусный. Но в капрезе сам о том. Я думаю, и жареные, жарить его тоже не круто. Есть еще сыр, который именно жарить надо, поэтому мы его не стали готовить. Давай попробуем. Что, отравимся, что ли? Если не пожарим. Ну, так это же время надо. Нет, я говорю, сырным попробуем. А, сыры? А что он помешает? А что он помешает? А это, раскроем, диплорируем, так сказать. Уж пробуем, да, все пробуем. Так, ну, давайте. Как называется? Халуми. Халуми. Давайте попробуем халуми. Для жарки. А, подождите. Халуми для жарки. Вы перед этим пробовали вначале первое халуми, просто... Это халуми для жарки, да? Он пожестче, видимо, текстурой. Ммм. Ну, да. То есть, вообще... Он пресный сыр, с более жесткой текстурой, чтобы... Видимо, держал форму на жарке. Угу. Так и тот халуми, наверное, если жарить, будет вообще... А, ну, когда он на зубах скрипит, это вот старый был по воле. Да, если его для жарки, вообще... Все. Тогда я снимаю претензии по скрипу, я понимаю, почему вот такой этот скрип, он для жарки. Он для жарки, да. Все, что скрипит, жарит. Ну, я думаю, что если, как мы понимаем, сыры не дешевые, да? Хоть тюменские. Я думаю, что, если, брат, это сыр для жарки, там, как побочное блюдо, тогда не дешево выйдет. Ну, да. Ну, в общем, огромное спасибо. Владимир, Максим, очень нам понравилось. Да, анонс. Анонс. Рома у нас в пятницу играет с Витиком, скорее всего, да? В пятницу в 19.00 Москвы я играю с Витиком. Болеем за наших, ну, я думаю, что Роман Юрьевич победит, потому что, ну, у меня вот с Витиком плюс один на лече, да, сейчас счет по минутке. Мы не по минутке играем. Играем не ты, а я играю. Да, я менее оптимистичен, да. Ну, надо, в любом случае, всем посмотреть. Будем смотреть, будем болеть. А после, если все будет нормально, я буду жив-здоров. То... Ты с Витиком сыграешь. Нет, я же... Я хочу сохранить с Витиком плюсовой счет, я сейчас от него бегать буду. Понял. Вот, поэтому... Я думаю, что я попробую стрим, вы давно просили. Я, вроде, созрел. Только вот на оборудовании технического директора Романа Юрьевича, потому что моё не потянет. Стрим с онлайн-игрой в свояк. В Телеграме, с ответом на вопросы, без всякой цензуры в чатике. Так что, если все будет хорошо, Рома отыгрывает, надеюсь, побеждает Витика. И сразу... И сразу, буквально через 20-30, начинается стрим со мной, где Рома уже будет побочно. Да. Шахмата мне будет. Или вообще не будет. Да нет, кто-то же мне должен будет чат чистить от... Да. А, ну понял. От тех двух человек, которые зайдут и будут материться, да. Вот, будет стрим со мной, ответы на любые вопросы, никакой цензуры. Я параллельно буду играть в спортивную свою игру. Там я всех жду на своем уже канале, но это в процессе матча, я думаю, мы расскажем. Вот все. Спасибо за приглашение, спасибо еще раз сыроварам. В принципе, я думал, будут хуже, если честно. Спасибо, Аркадьев. Неплохо, да. До свидания.